Мы, во-первых, идем по железнодорожным путям. Всем привет, я Вера, а это Саша. Всем привет. Ребята, сейчас ночь, и мы направляемся в дом, где живут клоуны-убийцы, которые похищают людей. Просто в предыдущем видео мы освободили девушку, она была связана, и она была в этом доме. Обязательно посмотрите это видео. Такого мы не ожидали вообще, что там может происходить. То, что мы идем туда ночью, это не просто так. Да, вот сейчас посмотрите, в каком месте мы находимся. То есть здесь вот железнодорожные пути. Нам вот сейчас в районе, наверное, 50 минут до этого дома идти. Я думаю, совсем скоро мы выключим свет, просто чтобы нас не заметили. И будем пытаться как-то, ну, снять все в темноте. Я надеюсь, что будет все видно. И еще вот, кстати, по поводу той девушки, которую мы спасали. Она даже дала нам интервью, и потом она нам рассказала, что там, возможно, еще других людей держат заложники. Сейчас мы вам покажем короткий видеофрагмент того, что сказала эта девушка Лина. Обязательно досмотрите до конца, потому что это очень важно, то, что она сказала. Да, ребята, обязательно подписывайтесь на этот канал, чтобы узнать, кто же скрывается под масками. А также поддержите нас лайком, потому что это не шутки, это очень серьезно, и мы сейчас рискуем своей жизнью. Лин, можешь еще раз сейчас просто на камеру это сказать, то, что ты вспомнила, то, что это реально очень важно. Когда я была в заперти, я слышала звуки очень странные. Как будто кто-то кричал, как будто забывали людей. Но это были люди, это были человеческие существа. Я не знаю, мне кажется, что в доме находится какая-то группа людей. Либо это заложники, либо это какие-то психи, которые проводят там какие-то обряды. Нормальный человек. Но просто почему-то я ей сразу это не сказала вообще, когда вот интервью мы брали и так далее. У меня был шок. Просто я не знаю, теперь как бы возвращаться в этот дом, тоже как-то желания нет. Может просто полицию вообще вызвать? Не надо, не надо, не надо. Это очень опасно. И опасно и самим возвращаться туда. Я вообще не представляю, как может человек какой-либо в справа милей рассудки вернуться в этот дом, потому что это очень опасно. А пощица не поможет. Почему не поможет? Я вот просто реально не хочу туда идти, как бы. Ты знаешь, мне кажется, что полиция здесь тоже в деле у этих ребят. Что их подкупили или подговорили, потому что я не уверена, что полиция поможет нам. Они скорее всего приедут и сделают виноватыми нас. Или что-нибудь подбросят или заберут и посадят. Ну ты точно уверена, что может нам тебе показалось, я не знаю, но... Я слышала звуки, Саш. Я слышала это своими ушами. Если быть честным, то с каждым разом туда идти все страшнее и страшнее, потому что каждый раз мы видели там какие-то вещи, которые нас пугают. По крайней мере мне реально туда очень страшно приходить и просто даже приближаться к этому дому. Да, но в любом случае мы каждый раз там все снимали. И, ребят, если вы еще эти видео не видели, обязательно посмотрите их у меня и у Веры на канале после того, как это видео посмотрите. В плейлисте «Мистический квест» вы можете все видео по порядку посмотреть. Именно поэтому мы идем сейчас в этот дом, чтобы, во-первых, узнать больше информации. Потому что каждый раз, когда мы туда приходим, там мы видим какие-то... Ну, как можно было заложника найти вообще? И, в общем, я не понимаю, как это может происходить. И сейчас мы идем туда именно для того, чтобы доказать, что эти клоуны, они находятся под контролем людей в масках. А эти люди в масках уже год преследуют нас и дают нам задания. И, ребят, мы в описании к этому видео обязательно оставим, ну, координаты, где мы находимся. Потому что если с нами что-то случится, чтобы вы смогли там сообщить в полицию хотя бы что-то, ну, где нас искать хотя бы. Я не знаю реально, что будет. Мы постараемся просто максимум все заснять на видео. Ну, и пойдемте уже к дому. Мне, на самом деле, очень неловко за то, что будет происходить в ближайшие пару минут. Но вы просто даже не можете понять, что творилось у меня в душе и что творилось у меня внутри. Потому что это действительно очень страшно, то, что с нами происходило. Тем более ночью. И Саша, я думаю, тоже теперь меня понимает. Да, но в любом случае, посмотрите этот кусок. Это тоже очень важно. Саша, подожди, пожалуйста. Давай, нам нужно сейчас решить, мы идем или не идем. Фер, ну, в смысле, а зачем мы тогда здесь стоим посреди этих кусей железнодорога? А зачем ты сейчас меня спрашиваешь, что, типа, точно мы туда пойдем? Я не хочу туда идти, я боюсь. Мне страшно. Ты понимаешь, что мы сейчас вот... Нет, ребята, сейчас я вам покажу. Смотрите, мы идем сейчас по рельсам, среди ночи, ночью просто. Сейчас ночь. Сейчас нас, во-первых, покусают комары, данге, малярии и все такое. Смотрите, какой данге летает, посмотри. Нормально, ну, не надо, сейчас опять сама вот, не тож на то, что все плохо будет. Да почему все плохо? Саша, ты меня сейчас спрашиваешь просто каждые пять минут, типа, точно мы туда идем или не точно мы туда идем? Мы уже были там ночью, все нормально же было. Сейчас я вам покажу. Нам идти, мы, во-первых, идем по железнодорожным путям. Смотрите, какая красота вокруг. Вокруг джунгли просто. Нас сейчас тут сожрут комары, покусают. И такая обстановка, что мы идем к клоунам-убийцам. Там я не знаю, какие психи больные там живут, но в заложниках ту девочку они держали. Ребят, когда Вера начала вот паниковать и уже говорить, идем мы, не идем, я уже сам, я не знаю, как сдержался, потому что у меня прямо мысли в голову лезли, что надо просто взять, развернуться и домой пойти. И ни в какой дом клоунов не идти ночью, потому что, ну, это, блин, дико страшно было просто. Особенно после того, как мы нашли эту заложницу. Ну, в любом случае, как бы, нам удалось собраться силами и мы пошли дальше. Ладно, шелый, окей, я постараюсь успокоиться сейчас, потому что, если, ну, типа, че, мы их просто так, что ли, вот это вот, мы будем проверять, да, то, что Денин сказал? Стоп, давай, короче, ладно, успокаиваемся, просто не будем сейчас, ну, нагнетать там друг на друга, что там, типа, стрёмно, все, давай решаем, идем или не идем, да, нет. Да. Все, тогда мы успокоились, мы сейчас быстро сходим, все, пойдем. Мы подошли уже к забору, где находится этот дом, и мы увидели, что все окна выключены, ну, точнее, там свет просто не горел. Если вы смотрели предыдущее видео, мы должны узнать этот дом. Слушай, ну, по-моему, вообще там все окна, я не вижу ни одного окна включенного. Ну, и мы поняли, что обратно дороги нет, нам уже надо идти на территорию. Если честно, в тот момент меня вообще все раздражало, особенно, когда Саша начал разговаривать, и, ну, как бы, они даже не шепотом, а полушепотом, и вообще почти в голос, а еще потом заскрипели опять эти ворота. Я подумала, что все, нам в крышку. Сегодня нас точно поймают. Иди сюда, Вер, Верка. Они спят. Да, они, походу, спят, потому что уже выключены. Мы подошли поближе к дому, и уже отчетливо было видно, что действительно все окна были без света. Ну, мы решили, что, как бы, нам повезло, и решили поближе уже подойти, чтобы посмотреть, возможно, одно из окон будет открыт. Идем дальше, проверим, может, окна открыты. Чтобы вы понимали, здесь такой климат, что спать с закрытым окном можно в том случае, когда во всем доме просто стоит кондиционер или кондиционер по всем комнатам. Это нереально, потому что здесь это дорого стоит, поэтому, скорее всего, окна хотя бы одно будет открыто. Поэтому мы точно были уверены, что куда-нибудь нам удастся поставить скрытую камеру и хотя бы подслушать разговор. И в итоге мы нашли одно из окон, которое было открыто, и поставили туда просто камеру экшен. Я считаю, что это просто дикое везение. Это было фронтальное окно около входной двери, и нам удалось кое-что заснять. Ребят, сейчас мы вам покажем эти кадры. Пожалуйста, не пугайтесь, пожалуйста, посмотрите их до конца, потому что, ну, это просто нечто шокирующее. Не переключайте, потому что нам нужно, нам важно ваше мнение, нам важно, чтобы вы нам посоветовали, что нам делать дальше. И нам важно понять, что же здесь происходило, потому что это реально не смешно. Да, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы просто вместе разгадать эту тайну. Субтитры сделал DimaTorzok Как вы сейчас видели, там происходил какой-то жуткий ритуал. Там горели свечи, были, не знаю, каких-то кучи людей в черных каких-то мантиях или, не знаю, плащах. Во-первых, они опять в масках, они издают какие-то звуки, голоса, что-то поют. И там еще играет какой-то, ну, типа, я не знаю, струнный инструмент. Я не знаю, может, это вообще запись, сложно сказать. Ну, да. И самое интересное, что вот первый человек, который шел, он был в маске клоуна. Да, и все остальные в масках, в масках мистического квеста, в которых уходили люди мистического квеста. И в черных плащах. И плюс еще горят свечи. То есть это означает только одно, что сейчас будет проводить ритуал. Если честно, мы уже попадали на такой ритуал, и это реально не смешно. Не на такой, но он похожий. И как бы то, что вот дальше будет происходить, это уже просто что-то из ряда вон выходящее. Я даже не знаю. Не, ребят, вы задумайтесь, на самом деле, это какая-то секта. По-моему, это секта. Ладно, давайте мы вам дальше уже покажем, чтобы вы сами поняли. Потому что, ну, это просто жесть, ребята, реально. Они начали то и петь, то ли какую-то молитву читать. Я не знаю, ну, в общем, Вер, ты слышала, да, они какие-то звуки начали? Я не слышала, на самом деле, я не могла расслышать именно, что они говорят, потому что там настолько непонятные звуки, настолько, ну, непонятно, что они делают и что они говорят. Я не смогла разобрать ни одного слова. Да, ну, просто видно, что они синхронно все начали как-то руки поднимать и что-то делать, то есть призывать, я не знаю, там, куда-то там своего, там, что они могли призывать. Обрати внимание еще, у них, кажется, справа есть какая-то комната или что-то в этом духе, потому что заходили, когда люди, я просто не первый раз смотрю это видео. Я начинал пять человек, Вер. Нет, заходили пятеро. А ты видел сейчас вот, там были шестые руки? Я хоть не обратил внимания. Значит, кто-то зашел с правой стороны. Может, там уже просто кто-то сидел, там, не знаю. Может быть, там кто-то сидел, я не знаю. Ладно, в общем, давайте дальше посмотрим. Я включаю видео и просто реально страшные вещи происходят. Вот внимательно посмотрите сейчас на человека, который вот пришел через заднюю дверь. Он в костюме клоуна. Причем в костюме клоуна, которого мы уже ранее снимали в этом доме, с помощью своей открытой камеры. Причем это не один человек, а включаем дальше. В общем, он что-то несет в руках. Вот внимательно посмотрите, потому что нам будет очень важно ваше мнение, что он несет в руках, потому что это какой-то очень странный предмет. Или не предмет. Или не предмет, да, возможно, это... Ну, короче, давайте просто посмотрим вместе, потому что мы просто в шоке, если честно. Он делает какие-то вот такие движения, как будто он какого-то, не знаю, ребенка украчивает. Я не понимаю вообще, при чем тут ребенок вообще, ритуал. И потом он начинает его поднимать. Ну, блин, смотрится это капец как жутко. Я вообще не знаю. То есть они могли бы там ребенка украсть вверх? Они могли сделать все, что угодно, Саша. Я не знаю. И просто мы ничего не можем сделать. Мы в полицию позвонить не можем. И сами мы не можем их остановить. Их дофига. Там сколько? Ну, человек 7, 8, 9. Я не знаю, сколько их там. Еще мы не можем тоже сказать точно. Это действительно ребенок. Или нет. Или, возможно, он там, я не знаю, просто какую-то штуку... Я не знаю, что это может быть. Реально просто мне даже в голову ничего не приятно. Может, он мешок с рисом там поднимает. Я не знаю, что. И мы не можем заявлять, потому что мы не слышали плач. На записи не было никакого плача. Ничего. Можно поэтому и убаюкивать просто, чтобы, ну, не разбудить его. Говорят, ладно, давайте, в общем, дальше посмотрим. И тоже обязательно посмотрите, как бы, что у него в руках. И напишите в комментариях, как вы думаете, что у него в руках. Угу. 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 Так, ребят, поставлю на паузу. Вот обратите внимание, вот этот клоун, он отдает вот этот сверток или ребенка, или я не знаю вообще, что это, на, ну, человеку, который сидит напротив. И насколько я вот помню, ну, из того, когда они заходили, это как раз вот... Клоун. Вообще, я не представляю вообще, зачем и почему. То есть у меня как бы вопросов куча, ответов нет. Слушай, может быть, клоуны символизируют что-то, понимаешь, у них. Ты не знаешь, что у них в голове может быть. Может быть, это символизирует там радость или счастье или еще что-то. Ладно, в общем, давайте включаю дальше видео, потому что это далеко не конец. И то, что дальше будет происходить, просто не меньше вопросов у меня вызывают. Смотрите, он отдал этого ребенка, или кулек, или что-то, какой-то объект, и начал пятиться, и просто ушел. То есть как будто это какая-то реальная часть ритуала вообще получается. Нет, а может быть, он просто исполнитель. Ну, я понимаю, какая разница. То есть какая-то у него вот типа роль в этом ритуале, то есть как-то поднести вот эту штуку и уйти. А еще обратите внимание, на переднем плане лежит какой-то, ну, типа гитара или что-то такое. То есть, видимо, они используют это для своих обрядов, различные музыкальные инструменты. Потому что то, что там играет, это вряд ли гитара. Да, ну, не знаю, не похоже. Ну, какая-то либо однострунная штука. Так, ладно, в общем, давайте я включаю дальше, посмотрим, что будет происходить. Потому что там еще вот есть пару моментов очень странных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы вы понимали, они это делали на протяжении получаса. Мы экономим ваше время, поэтому мы просто отрезали кусок вот этого. Да, еще вот обратите внимание на человека в центре, в маске. Его начинают, не знаю, колбасить или он как-то вот так вот трясется, в общем, как-то руками делает странно. Я не знаю, какой-то припадок какой-то вообще. Чего, дальше? Да. И вот сейчас внимательно смотрите, что будет происходить. То есть вот этот человек в припадок, на котором какие-то звуки, как выстрелы какие-то, и сбегает этот клоун. То есть я не знаю, реально, вот как по мне, какие-то звуки, похожие на выстрелы где-то были. Вбежал клоун, что-то начал показывать, они просто все убежали. Вот, ну, супер странная ситуация. Да, и сколько их было? По-моему, в районе 6, там что-то такое. На самом деле не посчитала. Ребята, обязательно пишите в комментариях, если вы посчитали реально, сколько их было. На самом деле, ну, ситуация странная. Но получается, что Лина не соврала. Получается, что действительно они проводят там какие-то ритуалы. Еще на самом деле одна странность. То есть вы сейчас, как вы все видели, там есть люди в масках и есть люди в костюмах клоунов. И самое интересное, сейчас на канале мистического квеста вышло видео. Клоун – это мистический квест и несет какой-то бред. В общем, в этом видео человек в маске говорит очень странные и интересные вещи. И мы прокомментировали, уже прокомментировали это видео и сняли на него реакцию. Так что ты это видео можешь посмотреть прямо сейчас на канале у Саши вот здесь. А также подписывайся на мой канал, на канал Вера. И увидимся снова. Пока. Пока.